Семь музеев, шесть фондов, четыре университета и 45 дизайнеров. Над созданием проекта работали в течение трех лет. Собирали старые фотографии, изучали запасники. По эскизам реконструировали бытовые и театральные костюмы. Например, этот создали на основе так и нереализованной работы Александра Родченко. Эскиз шансонетки он нарисовал еще в 1919 году для спектакля «Мы». Нам пришлось использовать новейшие технологии. И оцифровку лекал, и через компьютерную графику сделать всю прорисовку того самого рисунка, который есть. Уникальная конструкция брюки на кренолине. Рядом с костюмами французских, японских, московских дизайнеров – работы ивановских модельеров. Центром экспозиции стала башня «Триумф». Этот арт-объект – своего рода башня коминтерна архитектора Татлина. Прототипом стал неосуществленный проект железного монумента, который хотели возвести в Ленинграде. На постаментах костюмы, побывавшие на Всемирной выставке искусства и индустрии в Париже в 1925 году, где советские конструктивисты впервые получили признание. Получила награду Надежды Петровны Ламанова за коллекцию в народном стиле. Она стала первым модельером, который в народном фольклорном стиле сделал коллекцию. Участвовала в этом проекте и Вера Мухина, ее подруга, и Надежда Макарова, и еще Прибыльская, которая занималась вышивками. И у нас здесь тоже модели этих художников представлены. В экспозиции не только конструктивистский костюм. На этом стенде будут представлены фотографии ивановских зданий. Дом-корабль, дом-подкова, дом-пуля. Рядом эскизы агит-текстиля и агит-плакаты. Здесь же планируют провести один из самых интересных и долгих перформансов. С 25 июня по 1 июля на базе выставки будут работать студенты кафедры дизайна и костюма имени Мизоновой. Они сошьют свою коллекцию конструктивистского костюма. За основу возьмут полотна фабрики «Красная талка», расписанные арт-художниками. Уже в пятницу здесь установят швейные машинки. Лучшие модели молодых дизайнеров отметят призами. Молодежь из разных районов области также сможет узнать, как создавать и продвигать арт-проекты. Куратором перформанса станет Джейкоб Якубов, дизайнер, который отшивает брендовые вещи в Иванове. Марина Зейна, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».